Среда и очередной выпуск программы Здоровье. Я Барья Тубрынская приветствую вас всех. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать эндопротезирование тазобедренных суставов. Об этом и не только. Мы будем говорить с нашим сегодняшним гостем. Магомед Абдурахманович Газиев, врач-травматолог-ортопед Республиканского центра травматологии и ортопедии. Я правильно называла его? Имени Цахаева. Спасибо, что вы сегодня с нами. Вот ваша камера. Здоровья. Здравствуйте. Итак, эндопротезирование. Прежде чем я задам первый вопрос, в среду, 16 октября, мы работаем для вас в прямом эфире 694472. Подключайтесь к обсуждению, задавайте интересующие вас вопросы в рамках обсуждаемой сегодня темы. Хотя, в принципе, мы можем выйти и за рамки эндопротезирования, говорить о современных методиках оказания врачебно-медицинской помощи при переломах конечностей, остеосинтез и все остальное. Ну, в общем, мы начинаем. Эндопротезирование. Что сегодня, на сегодняшний день, представляет собой вот такой вид оказания медицинской помощи, такая технология? Эндопротезирование – это значит замена сустава, искусственным суставом. В общем, пораженный сустав заменяется искусственным эндопротезом, внедрение искусственного сустава в организм человека для восстановления функций уже утверденных конечностей. В общем… Ну, вам, в принципе, полегче. Вы не пионеры, и вы, в принципе, можете, как сказать, не то что использовать, но да, использовать опыт коллег, которые занимаются этим уже определенное время. В чем специфика эндопротезирования именно тазобедренного сустава? Если вот абстрагироваться от остальных? Не совсем понятен вопрос. Вопрос о том, чем отличается эндопротезирование тазобедренного сустава от, например, эндопротезирования колена или локтевого сустава. Принцип один – это восстановить функцию конечностей. Естественно, суставы разные. Как правило, тазобедренный сустав поражается чаще других суставов, коленные и тазобедренные. Поэтому специфика – они делятся на цементные и безцементные фиксации. В этом я, наверное, понял ваш вопрос. В общем… А в каких случаях используется цементный, в каких случаях безцементный? И что это означает? Это так пугающе звучит. Нет, цементная фиксация мы используем для пациентов в более пожилом возрасте, когда кость порозная, и безцементная фиксация, она держится относительно хуже. Поэтому мы ее фиксируем на специальной цементной фиксации имплантов в кости. Безцементная – это относительно в молодом возрасте. Кость прирастается к имплантам и фиксации удовлетворителя без дополнительных фиксирующих механизмов. Уже не первый год, конечно, у нас делается эндопротезирование тазобедренных суставов. Но вот этот момент, то, что делают пожилым людям, у меня он до сих пор и восхищает, и удивляет. Восхищает то, что в принципе в любом случае это требуется определенная смелость. Потому что и заживление, и послеоперационный процесс, он может быть сопряжен с чем угодно. Пожилой человек, он не приходит абсолютно здоровый. У него и сопутствующие заболевания, и непредсказуемые состояния могут быть. Но вы все равно на это идете. Но это очень здорово. Возвращаете качество жизни нашим старшим, будем так говорить. Как правило, артрозом страдают пожилые пациенты. С 60-70% населения страдают артрозом. Поэтому молодое поколение, молодое население страдает артрозом около 10%. Поэтому, в общем, эта операция по жизненным показаниям делается пожилым пациентам. Средний возраст тех, кто обращаетесь? В среднем от 6 до 80 лет. Это те, кто страдают артрозами. Также инопартизирование делается пациентам при переломах шейки бедра. Это наиболее предпочтительный подход. Потому что с переломом этих пациентов необходимо первые же сутки поднять на ноги. Заставить ходить. Потому что прикованные к постели, они, в общем, это нагрузка для них. Ухудшается их состояние вообще. Да. Скажите, есть какой-то крайний возраст, после которого вы не беретесь оперировать? По возрасту мы как бы не оцениваем. Мы оцениваем по уже другим показателям. По сопутствующим болезням. Есть показания, которые, критерии, которые мы подбираем по возрасту. Если есть показания, возраст для нас не является противопоказанием. Как вот сам пациент, он как идет к вам? Присутствует ли страх? Какие-то ожидания? Необходимость готовиться к этой операции? Это ведь, в принципе, очень часто они приходят к вам, как бы это сказать правильно, плановые, что ли. Если это не перелом, то они готовятся, да? Вот какие рекомендации? Как они должны готовиться к этой операции? Все пациенты, которые планово к нам поступают, они проходят план обследования у специалистов и полные диагностические обследования, если нет противопоказаний. Естественно, они переживают без страха на эту операцию. Не на какую, наверное, не ловится? Не на какую, но именно к кем-то аппаратизированным, они относятся к особым страхам, но у нас эти операции делаются в большом количестве, и когда уже приходят в отделение и уже видят пациентов оперированных, и уже которые ходят на костелях, это их вдохновляет. Это лучшая психологическая подготовка. В общем, уже когда в отделении с пациентами общаются, они уже больше подготавливают эту операцию. И оптимизма больше бывает. Скажите, вот в среднем сколько операций? Именно таких бывает в месяц? В месяц, ну, в день, 2-3 операции мы выполняем. Но это большой объем. Это большой объем. В среднем году выполняется до 200 операций. Эндопротизированного тазобедренного сустава. И вот каким образом попадает к вам пациент? То есть маршрутизация? Ашрутизация у нас с района направляют нам на комиссию. Каждую пятницу состоит комиссия в Росибурганском травматологическом центре. Они отбирают пациентам, у кого показана эта операция, и направляют их на обследование по месту жительства. И после обследования они уже проходят на... Скажите, комиссия это так, ну, звучит довольно мрачно. И пожилым пациентам приходится приходить лично к ним? Или это осматриваются документы обследования? Ну, естественно, они направляются уже с документами с районов, с травматологами, ортопедами направляются к нам. Там уже комиссия решает. Если показано, они их готовят на оперативное лечение. Насколько есть уже наработанный не только опыт, но и запас доверия? Как относятся семьи, как вы с ними разговариваете, как все это происходит? Доверие, вот, то количество операций, наверное, тоже говорит за доверие. На самом деле сейчас этих пациентов, желающих на эту операцию, очень много. Как вы считаете, почему не падает спрос? Спрос остается высоким. Потому что очень много причин, во-первых, которые приводят к артрозу. Давайте вы перечислите, какие причины? Причины, которые могут привести, это может быть и излишний вес, ожирение. Это может быть сопутствующие заболевания, такие как сахарные диабеты, которые, в общем, это может быть физические нагрузки чрезмерные, которые приводят к микротравмам сустава. На первых порах это пациент не замечает, да, восполняется уже. Через некоторое время проявляются первые признаки артроза. Остальные причины и вообще все самое интересное через 2,5 минуты. Не переключайтесь, это всего лишь реклама. Я так напоминаю, эндопротезирование тазобедренных суставов, то, о чем мы сегодня говорим с нашим сегодняшним консультантом, гость студии Магомед Абдурахманович Газиев, врач, ортопед, травматолог, оперирующий, хирург. Мы остановились на 69-44-72, мы все еще ждем ваших звонков. Мы остановились на причинах артроза, вы перечислили несколько, может быть, напомните и продолжите. Причина артроза, самые основные причины, это, конечно, за лишний вес, это чрезмерные физические нагрузки, некоторые микротравмы, которые в первое время остаются незамеченными, они оставляют за собой последствия и проявляются в виде артроза через много лет. В общем, в основном эти причины могут быть причины сопутствующих заболеваний, сахарный диабет, сосудистые проблемы. В общем, основные причины, по которым пациенты поступают к нам. Вы в течение суток или через сутки после операции ставите человека на ноги, да? Это называется таким прикольным словом вертикализировать пациента. Вертикализируем, да. Да, человек становится на ноги. Это не то, что его возможность, его обязанность после операции. Да, это требование пациента, да. А вот как дальше идёт реабилитационный процесс? Потому что мне сложно представить, даже когда смотришь на работу косметологов, нить обычная, которая полностью соответствует человеческой ткани, и то она может отторгаться, настолько всё непредсказуемо. А там целая огромная конструкция металлическая. Ну, эта конструкция, она жёстко фиксирована, поэтому она требует пациентам, чтобы они уже на первые сутки, чтобы уже… А для чего это именно нужно? Чтобы не было осложнений после операционных сосудистых осложнений, чтобы пациент адаптировался. В общем, восстановление после этих реабилитаций происходит. Как раз-таки для того, чтобы не пошла вот эта реакция отторжения, видимо, да, отёки и так далее. Ну, и в том числе для этого косметолога, она должна чувствовать нагрузку, чувствовать имплант, чтобы… А у них есть свободность? Усей интеграции прошла. Срок годности с самым имплантом нет, и медицинские вкладыши, которые устанавливаются внутри, они стираются через определённое время. Ну, примерно? Они означаются примерно 10-15 лет. Если керамический, он служит в два раза больше, до 25 лет. Керамический, в общем, в рамках ОМС устанавливаются полиэтиленовые, они служат до 10-15 лет. Если человек хочет там своему родственнику поставить керамическую, он должен делать это платной услугой? Ну, в рамках ОМС нет возможности устанавливать, да, если пациент… Они сами это как-то покупают или обращаются к вам? Это… Вот лечащим врачам они вот обращаются, если они изъявляют желание установить, отказываются от тех услуг, которые они вот покупают через непосредственно представителей определённых компаний. Я поняла, у нас звонок в студии. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы и ваш вопрос? Я живу здесь, в Махачкале. У меня проблемы, вот появились уже полгода. Да, это у меня были боли, просто думала, всё пройдёт, это, но, однако, это не проходит, всё хуже и хуже. Говорят, ну, суставы болят. У меня не суставы, я просто объясняю. Вот пример, например, от плечи до локтя, вот эта длинная центральная кость и лесть внутри, вот кость внутри болит, не знаю, как это объяснить. Что вам сказать, даже не знаю, ужасные боли и судороги на ногах. У вас точно так же и ноги, и руки, но не суставы. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет, и есть ли у вас сопутствующие заболевания? У меня, мне 66 лет, никаких инфекционных заболеваний не болело, сахар нет, холестерин, я ставил повышенный, и сейчас, и этого нет. Анализ давала я две недели, может, треть недели, у меня просто сказали, 22 соевоспалительных процессов. Спасибо, спасибо, что обратились. А я считаю, от этого вот такие боли ужасные не должны быть. Я вот так вот сама, грамотный педагог, я сама... Это чувствуется. У меня что-то творится после вот этой длинной... Спасибо. Вот ситуация. Я понимаю, что онлайн, как бы, консультации, да, все индивидуально, но, тем не менее, что можно сказать нашей очень милой телезрительнице? Она убеждена, что это не суставы. Но вам видней. Все-таки необходимо выполнить стандартную рентгенографию суставов. Вполне возможно, что эти боли исходят из сустава или обследовать, может быть, позвоночник, если она проверялась и убеждена, что никаких сопутствующих... Она сидит, она сдавала анализы, значит, что она обращалась. Обращалась. Для того, чтобы сделать то обследование, которое ей необходимо, на ваш взгляд, к кому ей надо обратиться? Ну, обратиться к ортопеду, в первую очередь. К поликлинику, если нужно взять направление. В любом случае, от того, что субъективно ощущаешь, что именно сам сустав не болит, это не значит, что там нет проблемы. Да. Это как раз-таки могут быть первые признаки артроза. Как правило, они артриты... Вот напомните, как проявляются первые признаки артроза и артрита, чтобы быть в теме, в курсе? Первые признаки артроза, они проявляются более в результате нагрузки, в отличие от артрита. Артриты могут более и в покое сохраняться. В общем, артрозы более при нагрузках и купируются на первое время анальгетиками. При артритах имеются изменения в анализах. Может быть, как пациентка говорит, некоторые оповещения цифры сои и боли в покое. Вроде и то, и то воспаление сустава. Почему одно называется артрозом, а второе артритом? Об этом буквально через минуту. Доктор, у нас звонок в студии. Извините, что перебиваю. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что обратились. Артроз диагноз можно выставить после результата в рентгенографии, но в плечевом суставе, помимо артроза, могут быть дегенеративные множественные изменения. Поэтому для полного диагноза на плечевом суставе необходимо выполнить МРТ. Вот оно именно покажет изменения в мягких тканях, надо комплексно подойти к лечению. Одной магнитотерапией вылечит артроз и тем более купировать болевой синдром невозможно. Поэтому помимо артроза надо состояние мягких тканей оценить в плечевом суставе. Для этого лучше всего выполнить МРТ и подойти комплексно к лечению. Ну, то есть какие-то рекомендации пить обезболивающий вы не можете дать человеку? Обезболивающий, она никак, артроз процесс не остановит. Оно только будет временно оккупировать боль. Поэтому, и тем более если имеются повреждения мягких тканей в плечевом суставе, от этих обезболивающих эффектов будет мало. Этот процесс, он будет дальше развиваться, поэтому необходимо выставить правильный диагноз и правильно подойти к лечению. Магомед Абдураханович, кстати, напоминаю, 69-44-72, 16 октября, в среду мы работаем для вас в прямом эфире. Я вас прервала на моем вопросе. Чем отличается артроз от артрита? Почему одно воспаление сустава называют так, а второе так? Артроз – это не совсем воспаление, поэтому его и называют артрозом. Артроз, он идет как проявление, первичное проявление повреждения хряща, а при артритах это могут быть как общее воспаление организма. Это оно же и показывает в анализах изменения соевшим. У нас звонок в студию. Алло. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, откуда вы? Можно узнать? Я из Байнастского района, село Нижняя Казаниши. Очень приятно. Только телевизор сделайте тише, и мы вас будем слышать. Я вообще отпущу телевизор, сейчас отойду. Хорошо. Короче, у меня такой вопрос. У меня тоже колено болело, и мы когда обследование сделали, мне сказали выберу тазобедренного сустава и в операцию позвали. Это может быть связано из-за позвоночника. Сколько вам лет уточнить можно? 32 года. Есть у вас вопросы, доктор? Ну, вопрос непонятен. У него болело колено суставу. Сказали, вывих тазобедренного. И, в общем, связи никакой не вижу от позвоночника. Ну, с вывихом тазобедренного сустава навряд ли он обследовался. Если предложили операцию, то, значит, человек обследовался. Он сказал, что его позвали на операцию. Предложили ему. Он говорит, что у него болело колено суставу. Ну, да. Но там сказали, что вывих тазобедренного сустава. Если вывих тазобедренного, это, возможно, у него врожденная патология тазобедренного сустава, дисплазия, если только в этом случае. Это боли могут быть эрадирующие в колене сустав, связанные с позвоночником. Позвоночник, любом случае, надо будет проверить. То есть, дисплазия, я правильно говорю, от тазобедренного сустава, который бывает у многих детей, она может быть настолько невыраженной, настолько легкой степени, что человек прожил до 32 лет и не был в курсе? Они в курсе, как правило, бывают. Это же боль все равно. Это боль, дискомфорт и качество жизни теряется. Или я ошибаюсь? Ну, дисплазия, они, в принципе, в курсе, но курсы лечения, после курса лечения оккупируются в волевой синдром, если дисплазия невыражена. И последующие артрозы, это одна из причин развития раннего артроза. У нас звонок в студию. Алло, алло, говорите. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Можно к вам обратиться? Короче, к врачу. Да, Магомед Абдурахманович зовут доктор. У меня такой вопрос. Как можно попасть к этому врачу на прием? Я хочу к нему приехать из района, чтобы он меня принял и полностью отследовал. У меня снимки. У меня что только нет. Хочу к нему обратиться. А с какого района можно узнать? У меня, это, коктартроз, колен не болят, позвоночная грыжа. У меня много этих болезней. Но тем не менее, маша Аллах, оптимизма в голосе у вас хватит на всех. Ну я сама такая боевая, воспитатель детского сада. Я уверена, да, что вы все эти проблемы решите. Поэтому я прожила здесь метод разговаривать. Вы меня извините, конечно. За что? Вас очень приятно слушать. Итак, как может обратиться наш такой оптимистичный? В нашу центру. Если вы его найти, мне путон, адрес или телефон, что-нибудь скажешь, я найду его. Магомед Абдурахманович Газиев, врач-ортопед-травматолог Республиканского центра травматологии и ортопедии на Ленина. Я уверена, что вот с вашим напором и целеустремленностью вы обязательно его найдете. В хорошем смысле этого слова. На Ленина, да? Да, на Ленина. Вам здоровья, всего доброго. Чем кардинально отличается лечение при артрозах? Почему вы знаете, я вот так вот подробно вас достаю этим вопросом. Потому что хотим мы этого или нет, но самолечением люди занимались, занимаются и будут заниматься. Как бы вот этот момент печальный не был. И каждого человека можно понять. Я сама такая, я могу год до сих пор пойти в аптеку и сказать, а вот мне то и это вот как-нибудь, чтобы быстренько эту проблему решить и пойти работать дальше. Основная проблема какая у нас? Болезнь мешает работать, зарабатывать деньги, держаться на плаву, реализовывать себя в социальной жизни. И так, вот эта длиннющая подводка к чему была? Если у человека артроз или артрит, элементарно какие-то исключающие вещи. Вот если человек болит сустав, болит рука, болит нога, плечо, чтобы он не навредил себе хотя бы активно дома. Если у человека с проблемой сустава выстанет артроза, ему необходимо получить комплексное лечение. То есть это питание для хряща, не просто обезболивающее, как у нас принято делать. При ранних стадиях, как правило, при покое боли проходит, поэтому пациенты к нам не обращаются. Они обращаются в уже запущенных ситуациях, стадиях второй и третьей степени. На ранних стадиях необходимо уже начать лечение, комплексное лечение. Это и лечебная физкультура, и препараты хондроитина, и питание для хряща. О том, как не навредить, после звонка, после звонка у нас, сказали, будет рекламная пауза, но мы все равно вернемся, мы все это обязательно успеем. Звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте, откуда вы? Я с Кизляра. Очень приятно. У моего мужа выставили диагноз. КТ мы делали признаки двустороннего кукса артроза с кистовидной перестройкой вертлужной впадины и головки бедренности кости слева. Только любящая жена могла это запомнить. Кистозная перестройка – это как раз такие явления уже третьей степени артроза. Это серьезно. Кистозные – это костные разрастания, остеофиты, сужение шели и кистозная перестройка. А сколько лет вашему супругу? Мы вас слышим, у нас нет. Ну, что делать? Судя по голосу, это довольно молодой человек должен быть. Ну, уже… То есть, ну, пожилым пациентам его точно не назовешь. Я так думаю. И вот что делать в этой ситуации на самом деле? Нет, вы заметили, ни разу не запнувшись, такой сложный диагноз человек сказал, да? Это сколько любви и заботы нужно к мужу проявлять. Мы вот оба завидуем вашему супругу, честное слово. Итак, что делать этим людям? Ну, не то, что делать, а ваше мнение. Если это заключение КТ, то есть это не диагноз, а диагноз, оно будет немножко… Отличаться. Да, оно там будет указано, что там степень выраженности артроза. Если же все-таки выставлен диагноз третьей степени артроза, тут консультивное лечение никакого эффекта им не даст. Тут уже необходима замена сустава. А кистозные перестройки суставной впадины, головки бедренной кости – это как раз-таки результат тех нагрузок, которые получают кость. Стираются хрящ и кости, получают большую нагрузку. То есть, в любом случае, долго ждать не получается. Хирургическое лечение… От консультивного лечения эффекта мало будет. Категорически советуют, рекомендуют вам наш консультант Магомедов Драхманович Газиев. Буквально через две с половиной минуты мы сюда вернемся. Не переключайтесь, дальше будет интересней. Эндопротезирование тазобедренного сустава – тема нашего сегодняшнего эфира. Не устою напоминать, хотя, в принципе, да, я довольна. У нас есть контакт, нам звонят, и это здорово. Тем не менее, 6,944-72, 16 октября мы работаем для вас в прямом эфире. Нас консультирует Магомед Драхманович Газиев, врач, ортопед, травматолог. Надо ли добавлять, что оперирующий хирург, в принципе, это и так ясно. По поводу артрозов и артритов, естественно, пока вы смотрите рекламную паузу или тоже не смотрите, занимаетесь своими делами, мы тоже обсуждаем какие-то вещи за кадром. И мы говорили о том, насколько опасно и вредно не давать нагрузку совсем, потому что человеку больно, и он инстинктивно ограничивает нагрузку. Но об этом позже, потому что приоритета у нас звонки в студию. Ура-ура. Говорите, малослушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы? Я из Токушинского района. Хочу спросить, узнать насчет, по поводу моей мамы. Она часто жаловалась боли спины, и когда сделали КТ, сказали, что 4 перелома. Нам подписали лечение, как одевать пояс просто на 5 часов и все. А вот хотел бы узнать, есть ли какие-нибудь лечения, можно ли сделать или что. Скажите, пожалуйста, о каких переломах речь? Это даже звучит жутко. Переломы позвонков. Переломы позвонков? Да. А сколько лет маме? Сколько лет вашей маме? 71 год. Это результат какой-то травмы? Она с детства, как вы работали, проходили. Но вы считаете, что это из-за тяжелой физической работы? Скорее всего, на этом они тоже сказали, как вы тоже не тяжело. Спасибо, что обратились. Итак, как быть? 72 года. Ну, это еще такой возраст, мне кажется, очень крепкий, цветущий. 4 перелома позвоночника. Ну, без особой нагрузки получить перелом позвоночника, это должно быть выражение остеопороз. И, естественно, есть разные варианты метода фиксации этих отломков, их необходимо фиксировать, потому что... Но это не дело, согласитесь. Ну, что такое 5 часов в день, ей не 25 и не 35 лет, как это может зарасти? Ну, как бы, я понимаю, что сейчас наш гость не будет комментировать рекомендации коллег. И, наверное, просто порекомендуют привезти на... Да, взять направление, как минимум взять направление с замечательной Акушинской больницей и приехать в Махачкалу на консультацию, на госпитализацию. И, надеюсь, все будет хорошо. Все будет обязательно хорошо. Иншалла. По поводу... Нет, не дадут мне спросить по поводу нагрузок. Я все время хочу сказать, люди, если у вас болят суставы, это не значит, что надо лежать и пить анальгин и еще более сильные обезболивающие. Надо давать нагрузку и лечиться. Скажите, что я права. Нагрузку, правильную нагрузку. Конечно, естественно, чрезмерные нагрузки тоже одна из причин артроза. И вот посылный образ тоже может привести. Поэтому необходимо давать правильные нагрузки. У нас звонок в студии. А вот чрезмерно пошел у меня после операции. Вообще, по ночам спать не могу. Так бывает, да и там. А какая была операция? Да, здравствуйте. Уважаемые, мы вас слушаем. Значит, все-таки судьба остановиться нам на моем вопросе по поводу нагрузок. Что такое правильные нагрузки, на ваш взгляд? Это... Если болит сустав, что такое правильная нагрузка? Именно... Вот тут же коленный сустав, самое распространенное возьми. Необходимо, чтобы выполнять объем движения. То есть, чрезмерные физические нагрузки, это когда ты усердствуешь физические, в общем, большие веса, большие долгие нагрузки. А вот правильные нагрузки в этом плане, если у человека уже есть диагноз артроза, я имел в виду, что необходимо правильно подобрать лечение. То есть, лечебные упражнения никто не отменял в любом случае. Это может быть и велотренажер, это может быть плавание, в общем, объем движения без физических нагрузок. Насколько часто к вам попадают люди, которые занимались тяжелыми видами спорта? К нам именно с артрозами попадают в основном спортсмены, с артрозами коленов суставов, и эти спортсмены уже, которые попадались на операцию. Об этом чуть позже. Об этом чуть позже у нас звонок в студию. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, откуда вы? Ваш вопрос. Я к Махачкалы. Вопрос. Магомед Расманович, здравствуйте. Здравствуйте. У меня был 5 месяцев назад перелом. Войнос перелом со освещением обладышек. Мне поставили две пластины, списывал. Я вот хотел спросить у вас. Когда мне можно снять эти пластины? 5 лет назад. Не, не 5 лет, а 5 месяцев. А 5 месяцев. Спасибо за вопрос. Необходимо выполнить контрольные рентгенограммы, которые будут подтверждать, что перелом уже сросся. И если беспокоит, только в этом случае можно убрать показания для удаления этой конструкции. Это воспаление в ранной области. Если не беспокоит, не трогает. Если не беспокоит, необходимости убрать конструкции нет. Прежде чем убрать, естественно, надо будет выполнить рентгенографию и подтвердиться, что окончательно перелом сросся. Я не знаю, насколько привычно прозвучит мой вопрос. Вот при таке, когда у человека есть пластины, остеосинтез был, сопоставлялись кости. Когда вот в аэропорту проходит через металлодетектор, они реагируют? Они, да, реагируют. А как они это объясняют? Им что, самим приходится носить вот эту штуку и говорить, что вот у меня пластинка от врача? Как это происходит? Аппарат, я думаю, тренингерный аппарат показывает, что... Ладно, мы отвлеклись. Это уже чисто мое любопытство. По поводу спорта, да, на самом деле огромное уважение вызывают наши спортсмены, которые достигают таких высот. Вот, наверное, в мире нет такого субъекта, в котором вот количество чемпионов мира, Европы и так далее было бы таким огромным на душу населения. Ну, и у этого есть обратная сторона. Это вот нечеловеческий труд, и тело, к сожалению, слабее, чем сила их духа. Да, в основном пациенты, после уже оперированных по поводу повреждения менисков, они относятся к группе риска пациентов, которые могут страдать артрозом последующим, потому что резервирование менисков, это дополнительная нагрузка на опору, дополнительная нагрузка на хрящ, на кость. В общем, эти пациенты относятся к группе риска, и подавляющее большинство спортсменов, которые выполняют эти операции, они в последующем поступают к нам жалобами на боли в коленных суставах, явлениями артроза. Он на звонок в студию. Ну, на самом деле, да, не устаю освещаться. Мадамед Абдурахманович, ассалам алейкум. Алейкум салам. Откуда вы? Здравствуйте. Я из Казимтовского района. У меня ампультированы нога ниже коленей. Я устал в коляске. И хочу протест одеть. Отбирали протест, шагов 20-30 сделаю, и у меня появляется в Альберии, и в локе не заживается. Спасибо за звонок. Что делать в этом случае? Ампутированные конечности. Если правильно подобрали протезы, в Альберии не должны появляться. Поэтому ему необходимо обследоваться дополнительно. И у ортопеда, и у эндокринолога. Возможно, есть другие сопутствующие проблемы, которые не давят ему носит этот протез. У него этих проблем не должно быть. То есть, если один раз подобрали, второй раз подобрали, и все-таки не подходит, это дело не в протезе? Да, поэтому необходимо пойти на консультацию, да, обследоваться. С какими наиболее часто встречающимися, не дай бог, конечно, но они все равно есть в любой работе, осложнениями вам приходится иметь дело? Если говорить о эндопротезировании именно тазобедренного сустава? Осложнения от эндопротезирования довольно серьезные, но, как правило, эти осложнения проявляются уже через 10-15 лет с момента операции, когда уже стирается вкладыш в эндопротезе. Вам лично приходилось делать такую операцию? Мы меняли на замена вкладыши. Замена, да. Если это только замена, если нет других осложнений в виде нестабильности компонента, в виде... Ну, такие осложнения, к сожалению, тоже бывают и довольно часто поступают. Ну, у нас, смотрите, 15 лет ведь не делают, да, эти операции, а на замен... Или это пациенты, которые за пределами республики меняли тазобедренный сустав. За пределами, да. И сегодня они сталкиваются с тем, что можно не выезжать, да, можно это делать на местах, потому что это все-таки огромный плюс. И доверие растет к нашим врачам. И я вот уверена, глубоко уверена, что любая болячка заживает проще, легче и быстрее, когда ты дома. Дома и стены помогают, это совершенно не пустые слова. И так, по поводу осложнений. Осложнения эндопротезов могут быть разными. В общем, от нестабильности этих компонентов до нагноения. Нагноения, понятно, в этом случае требуются большие ревизионные операции, это большая нагрузка для пациентов. Но, тем не менее, такие осложнения не только при эндопротезировании, при любых операциях, они встречаются. Кост теряет свое качество и с возрастом, когда человек ходит на протезы 10, 15, 20 лет, могут проявляться явления нестабильности этих компонентов и необходимо их заменить. Это вы говорите, нестабильность, это что? Они расшатываются? Они расшатываются, эти компоненты. Кост теряет качество и там уже в результате нагрузок идет расшатывание компонентов. Их необходимо уже заменить на другие, либо на цементной основе, либо других размеров, то есть заменить компоненты. Что вы рекомендуете тем, кто выписывается у вас после? Они довольно скоро выписываются, раз они на следующее утро встают на ноги, то выписываются очень скоро. Какие такие рекомендации они должны соблюдать, чтобы реабилитация была максимально полной? Мы рекомендуем им уже пожизненно дальше соблюдать ортопедический режим. Это не скрешивать ноги, не сидеть на низких стульях. В общем, вот такие вот это требования пожизненные, чтобы на переразгибании есть вероятность вывиха этих протезов, поэтому, чтобы этот... Это полезно и совершенно здоровым людям, не скрещивать ноги, не ставить ноги на ногу. Ну, в данном случае риск вывиха растет при таких объемах движения, поэтому эти рекомендации, они прожизненные, они уже дальше наблюдаются. У нас эти пациенты два раза в год мы их приглашаем, они приходят контрольными снимками. А какие вообще в качестве жизни какие у них еще ограничения есть? По нагрузкам, сколько им можно ходить, чем им можно заниматься? Многие из них это люди с такой активной жизненной позиции. В принципе, они в этой операции выполняются для восстановления активности. Они, как правило, в ходьбе ограничениями мы их не ограничиваем. У нас звонок в студии, и, видимо, это последний звонок, потому что вот уже время. Сау-малейкум. Добрый вечер. Валерий Курцов. Мне к вам вопрос. В последнюю погоду болят колени. Не было бы ни переломов, ни ушибов, ничего. Не знаю, почему они болят. Вопрос вам. Сколько вам лет? Можно узнать? Мне 43 года. А есть еще какие-то проблемы, заболевания сопутствующие? Нет пока вот... И слава Богу. ...болят колени. Ну, надо обследоваться, конечно же, и на явление артроза, и исключить другие патологии. Например, ревматолога. Обследоваться за некоторые анализы, которые рекомендует врач. И я думаю, можно будет правильно выставить. Я в данном случае конкретно сказать, что это вот это, не сказать. Надо ему обследоваться у разных специалистов. Начать с терапевта, взять направление к тому же ревматологу, ортопеду-тревматологу и дальше. И, естественно, здоровья вам. Ваша камера, доктор. Ваши искренние пожелания нашим зрителям. Я хочу пожелать пациентам уже при первых явлениях артроза, уже при первых признаках боли обращаться к врачам и не оставлять это без внимания. Потому что мы каждый день консультируем, видим, как пациенты приходят к нам уже на поздних стадиях. В первое время они на анальгетиках никак не обращаются к врачу. Поэтому при первых признаках артроза обратиться к врачу, правильно подойти к лечению. И это заметно. Можно остранить это от эндопартизированных тазобедренных суставов. Или отдалить максимально, или вообще обойтись без этого. Как бы хорошо Вы это не делали. Самая лучшая операция та, которая не была сделана. Спасибо Вам за сегодняшнюю беседу. Буквально через неделю мы с Вами, уважаемые телезрители, увидимся здесь, в эфире программы «Здоровье». Я Бария Дубрынская прощаюсь с Вами. Берегите себя. Мне нравится, что есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!